Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет не ASMR, как обычно, а мукбанг в полный голос. Поэтому прикручивайте себе звук, готовьте что-нибудь вкусненькое. Вы давно просили меня снять видео в полный голос, я только вернулась из отпуска, полное впечатлений, привезла с собой вкуснейший хумус из Эмиратов и решила, что чем это не повод снять мукбанг. В общем, здесь у меня хумус с авокадо. Это называлось бейкет хумус, я не знаю, что-то типа копченого хумуса, как это вообще перевести? А, смоукет хумус, смоукет, конечно же. Лепешечки, петрушка и немножко помидорчиков. На десерт у нас, конечно же, будут финики, потому что финики — это, по-моему, вообще визитная карточка Эмиратов после верблюдов. Конечно, одногорбых. Запивать мы все это великолепие будем зеленым чаем, молочным лун. Пахнет. Ну и поделюсь с вами, конечно же, своими впечатлениями. Давайте начнем, потому что я очень голодная. Лепешечка. Я немножко их разогрела в духовке. Признаюсь честно, вот этот я уже попробовала с авокадо, вот этот еще нет, так что с него и начнем. Знаете, я вообще... Говорят, с ножа нельзя есть. Я вообще к хумусу всегда была, ну, так, равнодушна. Ну, это одно из прям коронных закусок, блюд в Арабских Эмиратах. Они реально, у них не обходится, по-моему, ни один-трем пищи без этого хумуса. Ну. Всем приятного аппетита. Именно вот в этом сочетании почему-то с петрушкой он мне понравился больше всего. Я реально там на него подсела. Я ела каждое утре на завтрак стандартно лепешечку с хумусом. Короче, впечатление у меня от отпуска просто море. Честно вам признаюсь, вот так на море в зимнее время, когда здесь, в Москве, ужасный слякотный февраль. Я летела впервые. И в Эмиратах было тоже первый раз. На самом деле, все Эмираты очень отличаются друг от друга. То есть, урбанистический Дубай, Абу-Даби, столица Рассельхай, где пустыня. То есть, они все настолько разные. Короче, я буду просто макать чай, действительно. Мы отдыхали в Рассельхайме. Отдыхали в Рассельхайме, ездили в сафари по пустыне и ездили на экскурсии в Дубай. В Абу-Даби не попали. У нас было всего 8 дней. И мы, как бы, в принципе, не ставили такую задачу перед собой много ездить. Нам хотелось, в первую очередь, отдохнуть, знаете, понежиться на солнышке. Потому что вот этот вот переход, он какой-то совершенно удивительный. Ты садишься здесь в самолет, в куртке, в шапке, в мороз. Летишь там каких-то 4,5-5 часов. Выходишь, а там 27. Волшебно. Кстати, насчет погоды. Февраль, ну, как мне кажется, вот февраль и март — это оптимальное время для посещения эмиратов. Потому что вечерами, так, знаете, свежо, ну, приятно свежо, то есть не холодно. Днем прям жарко на солнышке, даже в самые вот пиковые там часы. Ну, надо спрятаться от него куда-то в тень. Море. Ну, для тех, кто не любит прохладное море, наверное, будет холодно. Мы, в принципе, с мужем такие любители прохладной водички. Ну, где-то градуса 23, наверное, 22-23 точно. И причем оно к концу нашей поездки оно еще больше прогрелось. Прям вообще комфортно было купаться. Вот этот хумус вкуснее с авокадо. Совершенно потрясающее море, ребята. Там белый песок был на пляже. Вот эта вот картинка, она, знаете, как будто бы из какой-то книжки вообще. Белоснежный песок, воздушное море. Когда полный штиль, даже не видно, как... где кончается море и начинается небо. Мы каждое свое утро свой приход на пляж начинали с прогулки вдоль берега. Там до волнореза было где-то, ну, с километра, наверное, идти. Вот мы не спеша в одну сторону, в другую прогуливались. Как это было хорошо. Еще меня, конечно, очень сильно впечатлило сафари по пустыне на таком огромном белом ленд-крузере. Ну, это, типа, экскурсионная такая программа. У нас сначала катали по барханам, потом мы вышли, побродили по ним, насладились этими видами, пофоткались, конечно. Потом нас отвозили еще в деревню бедуинов, но это уже не так интересно. Ну, а мы еще катались на верблюде. Вот это очень круто было. Ну, сама пустыня... Вы знаете, меня вот эта вот поездка в пустыню впечатлила, если честно, мне кажется, больше, чем Дубай. Для любителей вот таких, знаете, урбанистических барийских пейзажей, когда куча высоток, вот это вот все такое большое, застроенное... Дубай, наверное, подойдет. Мне понравилось, ну, чисто, знаете, в таком ознакомительном плане, то есть я там была, я это все видела. Мы даже поднимались на самую высокую башню в мире, на Бурцхалифу. С двух рук. Совершенно потрясающая штука. Хумус просто, ну, невообразимая. В общем, поднимались на Бурцхалифу. Честно вам скажу, впечатления неоднозначные. Это самая высокая башня мира пока еще. Сейчас уже, кстати, в Дубай строится новая, которая будет выше. Планирую цель открытия, по-моему, в 21-м году или 22-м. 800 метров, 124-й этаж. Вид на зелитые огнями ночными Дубай. Там подъем был именно вечером. Но, во-первых, мы предстояли минут 40 в очереди на подъем, потому что всего два лифта. Нет, три лифта, но третий там, видимо, для каких-то не знаю, выделенных отдельных экскурсий. Два лифта вместимостью, ну, где-то, я не знаю, но может человек ну, 12-15 максимум. Да, лифт за одну минуту поднимается до 124-го этажа. Представляете, одну минуту. Но, учитывая количество желающих подняться на этот 124-й этаж, короче, не справляется вся эта система. И мы 40 минут ждали, чтобы подняться. Походили там минут 10, наверное. И еще 40 минут ждали, чтобы спуститься. Все это, конечно, смазывает впечатление. Плюс на самой башне очень много людей, очень много туристов там наверху. Практически нереально прибиться к этим панорамным окнам. Как-то я, знаете, вот, ну, галочку себе поставила, да, что я там была. Но, честно говоря, пустыня меня впечатлила гораздо больше. Вот прям, не знаю, это такой простор какой-то бескрайний, вот этот контраст золотого прям песка и ярко-синего неба. Господи, это невообразимое что-то. Еще ветер такой сильный, вот этот, знаете, песок периодически срывается. Блин, это надо просто видеть, ребята. Немоверная энергетика. Вот я прям ощутила эту энергетику. Короче, от пустыни осталась в усторге. Все оставшиеся дни мы гуляли, отдыхали на пляже, даже один раз сходили в зал. Это было на второй день. У нас, видимо, бил еще ключом энтузиазм отпускников. Мы попросили в зал. Больше таких подвигов мы не совершали. Но, на самом деле, у нас там был не all-inclusive мы брали, а только завтраки. поэтому мы обычно плотно завтракали хорошо, шли на море, там целый день приводили с собой какие-то фрукты, чисто на перекус. Вот. А потом уже вечером шли и ужинать. Ну, могу вам сказать, что эмираты это дорого. дорого в плане цен на продукты, там на обед заведения в каком-либо. В самом отеле были несколько ресторанов при отеле. Мы несколько раз там ужинали и кальян курили. Но очень дорого. Прям вот знаете, даже по московским меркам дорого. Может быть, потому что у нас был пятизвездочный отель. Как вкусно. Вот. Так что могу вам сказать по бюджету, кому интересно. Пучевки на двоих на восемь ночей с перелетом и завтраками нам обошлись где-то в 70 тысяч. 75. Плюс у нас с собой были доллары. Где-то долларов 450, наверное. Но мы их в основном на экскурсии потратили. И деньги с карточки мы тратили тоже где-то тысяч 40. 35 ушло. 35 ушло. Так что в принципе нормально. Средненько. Но при этом мы себе как бы ни в чем не отказывали. Накупили всем подарки, естественно. Только одних фиников вывезли в 8 коробок. Так вопрос о том, что привезти в подарок из Эмиратов. Конечно же, это финики. Там каких только нет, ребята. И такие, и такие. И фаршированные фисташками, и в шоколаде. И вот у меня, кстати, финики в шоколаде. Очень вкусно. Потом, конечно же, парфюм. Я, естественно, себе купила там духи. Я очень люблю такие, знаете, сладкие ароматы. И в этом плане вот восточный парфюм как раз точно треба, как кажутся у нас на Украине. Потом я нашла там в подарок, ну, на сувениры подружкам мыло с добавлением верблюжьего молока. Что еще? Ну, вот эти все местные сладости. Пахлава там разных видов. В общем-то, это все. Знаете, я хотела себе найти у меня есть такая традиция, когда мы где-нибудь отдыхаем, я всегда люблю купить себе местный крем уходовый для лица местного производства. На Кипре я себе покупала, в Праге, когда мы были. Здесь я попыталась что-нибудь найти в этом плане местное. Мирата ничего не производит, вот серьезно. кроме фиников и нефти. Ну, в общем-то, больше ничего не надо. Все привозное. Ну, смысл мне покупать было какой-нибудь швейцарский или английский крем, я здесь такой куплю. в общем, остались мы довольны прям прям придовольны. все-таки путешествия это прекрасно. Это настолько вдохновляет тебя на дальнейшие совершения. Никогда не любила петрушку, что со мной я не понимаю. постараюсь в это видео вставить немножко фотографий. Очень хотела провести стрим. Тащила с собой маску в чемодане. У меня был ноутбук, с которого я, собственно, могла бы это все сделать. Но как увечнилось, какая-то напряженка с видеосвязью. И, в принципе, со связью через мессенджеры типа WhatsApp, Viber. Я буквально два раза за весь отдых смогла нормально поговорить с мамой по WhatsApp. Палки. Видеосвязи там вообще нет, кроме Skype. Не знаю, как они так живут. Я честно попыталась запустить пробный стрим с ютубовского аккаунта мужа. Там у него, естественно, никаких подписчиков нет. Звук есть? Чат работает? Картинки нет? Все, просто черный кран, все. Не знаю, с чем это связано. Умело все помидоры. очень люблю в последнее время вот такие на веточке. Он же прям помидоркой пахнет. Вот эти пластиковые зимние помидоры, это невозможно. я наелась. Сейчас будем финики пробовать. Хочете их пробовать? Я уже их пробовала. у меня на петрушинке не должно пропасть. Все, давайте последний кусочек. Все-таки хумус авокадо это прям оно. вот этот не очень мне понравился. Как вкусно, но неоткуснее. Финики. в молочном шоколаде и в белом и еще там внутри орешек. Сахарный удар. Я люблю финики. Вкусно. о чем еще хотела рассказать? Еще одна особенность Арабских Эмиратов. Там сухой закон. В каком-то Эмирате более жестко, в каком-то чуть более лояльно. Но вот в Рассельхайме, в котором мы останавливались, запрещено публичное употребление алкогольных набитков. То есть в отелях, в ресторанах отелей алкоголь есть. Где-то за пределами отеля, в ресторане, на фудкорте, в магазине, в супермаркете. Нет. Вообще нигде. Поэтому любители поквасить в отпуске обязательно берите с собой. Там есть три, по-моему, три магазина на весь Эмират. Причем один из них был недалеко от нас. Там такой большой торговый центр. Есть прямо на первом этаже супермаркет громадный, но там естественно алкоголя нет. Где-то с торца такая неприметная серая дверь. Вот если не знаешь что, там никогда в жизни не найдёшь. Мы просто погуглили, поэтому знали. Неприметная серая дверь. Заходишь туда и там вот. Вот он. Причём я вам хочу сказать, мы туда пару раз заходили. Вот сколько раз мы туда заходили, там всегда очередь на кассе. Правда очередь из душев в основном. то есть я так понимаю из тех, кто приехал на заработки. Ну и соответственно никакого алкоголя местного производства там не существует. Зато они все очень любят кальян. Причём курят этот, ну на мой взгляд, простите, может он кому-то нравится, но я терпеть не могу, этот табак двойного яблока. Он мне знаете не яблоком, а каким-то анисом отдаёт. Жесть. Мы два раза пробовали курить там кальян. В первый раз он вообще был, а нет, три, третий раз нам давали кальян. Он входил в экскурсию сафари по пустыне, когда мы потом ещё в деревню бедуинов поехали, там после ужина были кальяны, и все сидели курили их в очереди. Но это было всё тоже двойное яблоко. Ну что, я наелась. Надеюсь, вам понравился этот слегка арабский макбанг и мой рассказ об отпуске. Если вы любите хумус, если вы любите море, не забудьте мне поставить лайк, ребят. Всех очень-очень люблю, скучаю по вам. Пока-пока!